Здравствуйте, я Зуми Протокол. Я был частью анонимов в течение последних шести лет. Анонимы родились из хакерской культуры. Которая превратилась во всемирную идею о свободе и глобальном равенстве. С помощью социальных сетей анонимы быстро привлекли большое количество людей, выявляя недостатки нашей политической и финансовой системы. Они пробуждаются. Теперь они видят, насколько на самом деле коррумпирована наша политическая система, и они видят дисбаланс нашей финансовой системы. Что наша страна управляется корпоративным правительством, а наша окружающая среда и водоснабжения истощаются во имя роста цен на акции. Анонимы существуют без границ. Национальность, расы, религии или пола – это живое дыхание, создание свободного мира. Каждое 5 ноября марш миллионов масок является признаком того, что человечество во всем мире взывает к переменам. Не стоит даже говорить с ними. Честно, они никогда не слушают. Они застряли в системе. Система призвана заставить нас поверить, что у нас есть выбор. Кукла номер один, два или три. Я не согласен с этой политикой. Кукла номер один, два или три. Я устал жить в обществе, где люди поворачиваются спиной к друг другу, когда люди ищут различия, когда люди стремятся осудить мигрантов, людей с разными сексуальными убеждениями. Это настоящая возможность для нас стать более гибкими, позитивными и оптимистичными в отношении изменений. Люди были инфантильны. Они чувствовали, что их собственные силы у них забирают, и большинство людей не осознают свою собственную силу. Большинство людей не верят, что у них есть способность видеть, что происходит, и что-то менять. Но они говорят, что они могут принять меры. Мы не живем в демократии. Если вы имеете в виду демократию, что каждый может выразить то, что хочет, или даже большинство имеет возможность выразить то, что оно хочет. Если вы посмотрите на политику, которой пользуется большинство населения, это не политика основных политических партий. Политика основных политических партий очень сильно диктуется финансовым сектором. Поэтому простого ответа быть не может. Хотя иногда кажется, что он есть. Вы бы сказали, что, по вашему мнению, мы живем в экономической диктатуре? Ну, идеальная модель свободной рыночной экономики зависит от того, что все приходят на рынок с примерно равным финансовым богатством. А затем мы получаем все эти преимущества, о которых говорят в нашей экономике. Сейчас на самом деле эта система очень-очень быстро деградирует во что-то очень неравное, где сила индивидов создает виртуальную диктатуру. Не то, чтобы мы напрочь потеряли наш хэби-эс-корпус, но, безусловно, мир больше выносит решения в пользу 1% меньшинства, чем в пользу 99% большинства. Привет! Я Патрик Айланд, я студент Лондонской киношколы. Ранее я изучал политику в университете Шеффилда. Впервые мой интерес к политическим движениям был вызван переездом в Лондон. Я решил, что хочу сделать документальный фильм, который будет посвящен одному из таких движений, «Анонимус». По своей природе, анонимы являются крайне скрытной организацией, и что отличает их от других политических движений, так это то, что у них нет иерархии, у них нет партии, члены анонимов могут свободно выражать свое мнение, без оглядки на какую-то высшую власть или идеологию, однако «Марш миллионов масок» — это татар, когда все эти фракции могут объединиться в единое мнение о том, что в обществе, в котором мы живем сегодня, происходит что-то неправильное. Чтобы узнать больше об «Анониме», я решил встретиться с организаторами «Марша миллионов». Хорошие идеи, даже если кто-то пытается подвергнуть их цензуре, они никогда не будут забыты. Поэтому сегодня мы должны обеспечить не только то, что мы будем иметь на это право завтра, мы должны убедиться, что завтра будет лучше, чем сегодня, независимо от того, в какой стране мира, независимо от того, какова ваша история, потому что вы стоите за справедливость, равенство и свободу, как и любой из ваших единомышленников, протестующих. Вы пойдете на марш, и вы увидите бенженсов, бедных людей, инвалидов, но также вы увидите и богатых людей, вы увидите левых, вы увидите людей с правыми взглядами, религиозных атеистов рядом с вами, вы увидите людей, которые являются экстремистами, и тех, кого вообще ничего не заботит. Но все они имеют одно общее. Они надеются на свободное человечество. Да, я надеюсь, что будет 10 тысяч человек. 10 тысяч? Каждый год мы видим прогресс, и в прошлом году они сообщали о 2,5 тысячах людей. Но, по моему мнению, было около 5 тысяч. В этом году, я думаю, мы двигаемся не так, как в прошлом. Мы готовились целый год до этого, поэтому я думаю, что мы сможем получить гораздо больше людей. Я имею в виду, что первое, что можно сказать, и это на самом деле довольно важное заявление, сделать так, чтобы у анонимов появилась политика, потому что я думаю, что иногда существует тенденция отвергать анонимы, как хаотическое объединение, как мем, как просто своего рода модный бунт. И я думаю, что на самом деле это довольно опасно. Мы увидели, как вы знаете, после беспорядков 11-го года, что люди решили, что они вне политики. Я думаю, потому что они не понимают политики, и это не политическое объединение. Так что люди, которых вы знаете, не выходят и не покупают маски без причины. Анонимы всегда сосредотачиваются на проблемах вокруг нас, которые мы можем видеть, на проблемах, о которых мы знаем, бедность, бездомность. Все эти проблемы видны. Нам не нужна абстракция в виде политики или капитализма, чтобы понять их. Мы можем их увидеть, и поэтому мы должны рассматривать их с точки зрения людей. Хотя встречи с организаторами марша были недостаточно, я хотел встретить Лиса Замаск, и испытать на личном опыте то, что значит быть анонимом. Я всегда чувствовала, что я действительно не вписывалась в общество в какой-либо форме. На самом деле, общество — это не коробка, в которую нужно пойти. В Нью-Йорке, когда мне было 14, я была ребенком, я росла на попечении. У меня было 4 переезда с 3-х летнего возраста, поэтому я не очень много видела в свою семью. Я часто убегала. Я провела некоторое время на улице, надо мной жестоко издевались, и я стала смотреть, как я могу изменить ситуацию и обыграть их в их собственной игре. Поэтому я довольно быстро узнала, что вам нужно знать правила. Ты знаешь, где другие люди зависали в детстве? Мы, наверное, перестаем сдерживаться, думая, и мы учимся тому, как получить то, что мы хотим. Я имею в виду, что я не хотела получать 50 долларов неделю на отбавку на одежду и поездку обратно в Америку. Но я научилась играть в системе, это привело меня в парламент, где я отстаивала устав прав детей, а также помогала мэру Ковентри заботиться о детях. Так что это был мой первый интерес в политике. Затем я попробовала поддержать либерал-демократов, зелёных. Я попробовала политический путь, но это такое дерьмо. Расскажи нам немного о своём опыте 5 ноября. О, это как Рождество. Это как Рождество для каждого анонима и активиста. Мы все собираемся вместе, и это так захватывающе, и я думаю, что в этом весь смысл и связь. Вы просто знаете, что увидите всех этих людей, и как месяц и месяц до этого ты говоришь «Увидимся 5-го», «Увидимся 5-го», «О, 5-е ноября». Не могу дождаться. Мы ходим на акции протеста, как правило, по определённой теме, но марш миллионов — это просто немного другое. Мы с этим ничего не сможем поделать. У нас у всех будут разные проблемы, которые мы представляем, но это больше просто двух вещей, которые этот эстеблишмент планирует. Легать в магазин, шутить, смеяться, собравшись вместе, обрисовывать планы. Планной, плотной. Мы нужны, кляжи, колесцы… Кляжи, кляжи, оливки. Кляжь, кляжьи. Кляжь, кляжьи. Кляжь, кляжьи, оливки. Кляжь. Это лунный price, Assistant! Это using, это из-за лунного. Like, это мочья, тащи, с нами. Бо-бой. С 뜨жим. Какие-бой. Треба-бой! Первый раз, когда мы встретились, я не помню, это был марш прошлого года. Нам было весело наблюдать, как полиция цепила зону магазина ленточкой. Я тогда ничего не делала, я сказала, что мы не будем держаться и играть в вентой. Она на самом деле поймала ее, как торговую тележку. Ты считаешь, что мы рабы, так? Да, мы рабы, потому что у нас есть правительство, которое всегда идет за благосостоянием и вещами подобными этому. Если у вас нет выбора, работать или нет, вы раб. Если вам необходимо работать в обязательном порядке, будьте готовы, вы раб. Тут нет второго пути, если вы думаете о людях, о масте людей, как о скоте. Мы все умеем. Без мастер-мастер, мы все умеем. Мы можем быть разные мнения, мы можем быть разные идеи, но, above all, мы можем осуществить, что кто-то стоит высоко, чтобы сохранить, что им надо быть человечеством. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я большой поклонник демократии. Демократия – это хорошо. Она должна работать, когда все принимают в ней участие. Это хорошая возможность для молодежи занять это место и заявить о себе. С точки зрения демократии, как вы считаете, демократия работает, или вы считаете, что есть какие-то проблемы? Ведь, как вы знаете, на данный момент существуют протесты в Лондоне. Почти каждую неделю на площади возле парламента проходят протесты, которые фактически останавливаются полицией. Вы считаете, что демократия работает, когда люди вынуждены выходить на улицы, чтобы их голоса услышали? Я думаю, справедливости ради, демократия, вероятно, началась, потому что люди вышли на улицы. В истории демократии проходили протесты, и это здорово, что сейчас, как мы сказали, мы можем говорить о конкретных вещах в политике, которые заставляют людей выходить на протесты. Я думаю, сегодня молодые люди используют целый ряд вещей, чтобы голоса были услышаны. Они вынуждены это делать? Я думаю, вопрос состоит в том, что люди вынуждены заниматься политикой с помощью альтернативных средств, потому что они хотят иметь голос, и они чувствуют, что система не предназначена для того, чтобы помочь им. Поэтому они используют разные каналы, чтобы участвовать в политике. Не факт, что они политически апотечные, они хотят быть вовлечены в политику, но они должны пройти через различные пути, чтобы достичь этого. Ну, я думаю, что на самом деле самое замечательное, в современном мире есть множество доступных путей, есть новые технические способы высказать свою позицию, которых просто не было 30 лет назад, и это действительно захватывающе. Политика, если вам угодно на улице, является вариантом сегодня, наряду с политикой в интернете, наряду с политикой в Сан-Палму, наряду с политикой где бы то ни было. Куда бы вы ни глянули, существует очень большой круг путей для молодых людей быть вовлеченными. Вы определяете свое сообщество, как вам нравится, если это сообщество в сети, или это сообщество в деревне, или в стране. Все это для меня очень захватывающая эволюция политики. Я думаю, что молодые люди – основа этого. Я особенно рекомендую всем, в группе, о которой мы говорим, посмотреть этот фильм, чтобы участвовать в политике. Без вас она не изменится. Но что, если политика не представляет их интересы или их идеи? Я вернусь к той идее, что все партии одинаковые, и это приводит к следующему вопросу. Как вы думаете, является ли это проблемой системы на данный момент, и какого рода реформы нужны? Потому что большинство людей, особенно молодых, скажут, что не либеральный капитализм, в котором мы сейчас живем, не работает, и что его нужно реформировать. Согласны ли вы с этим, и какого рода реформы нужны? Я, на самом деле, встречал очень много молодых людей, которые используют это слово, чтобы все описать. Люди просто хотят жить в своей жизни, и я думаю, на самом деле, демократия должна быть достаточно гибкой, чтобы предоставить это. Демократия означает, что потребности людей должны быть сбалансированы. Так что вы не получите то, что хотите завтра и как хотите сегодня. Вам придется работать с тем, что создает демократия. Но, как я сказала ранее, путь через демократию существует для всех. Тебе не нравится, что ты видишь? Возьми и измени это. Некоторые будут делать это 5 ноября. Когда-нибудь слышали о движении Анонимус? Да. Да, вы знаете, что нам действительно нравится эта маска. 5 ноября эти ребята будут проходить по улицам Лондона, и они дойдут до парламента, чтобы выразить протест. Вы будете там, чтобы выслушать их голоса? Ну, я думаю, я буду на публике, потому что это моя работа, но я с нетерпением жду, что они скажут. Я имею в виду, что вы думаете об анонимах. Потому что, как я сказал, люди, с которыми мы разговаривали, некоторые из них на самом деле не верят в демократию и политиков. Мне просто интересно, знаете ли вы, есть ли у вас какие-либо комментарии по этому поводу? Не особо. Я с нетерпением ожидаю услышать, что они должны сказать, и что значит быть анонимным, и что за ним стоит. О, я думаю, они на площади парламента, прямо сейчас. Это замечательно. Они были на площади парламента, но потом вошла полиция и оттеснила их. Как мы сказали ранее, есть тонна способов сделать так, чтобы ваши взгляды стали известны. Я депутат округа Лондиджи. Если кто-либо из моих избирателей будет там, я с нетерпением выслушаю их. Да. Наступила ночь перед Маршем Миллионов, и я был взволнован и опасался этого. Я вплотную подобрался к тому, чтобы узнать, что значит быть анонимным. Из того, что я узнал, разговаривая с людьми из анонимус, Марш Миллионов не связан с одной конкретной причиной. Люди приходят туда по разным причинам, протестуя против того, что они считают несправедливостью и коррупцией в нашем обществе. Марш дает личный опыт. Вы, как человек, решаете, против чего вы протестуете, независимо от того, должен ли человек рядом с вами разделять ваши взгляды или нет. Цель в том, чтобы что-то изменить. Мы не можем продолжать жить так дальше. А Марш — это высказывание нашей солидарности, нашей сплоченности, заявления о том, что мы вместе, несмотря на наши разногласия. Я полагаю, что это само по себе является сущностью революции. Субтитры создавал DimaTorzok Расскажи, что они вам верят, что я не верю. Я это покажу. Судья, что люди выглядят? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 не так хорошо. Система работает отлично для людей, которые извлекают из нее выгоду. Любая система, я думаю. С моей точки зрения, любая система, концентрирующая в себе власть, вероятно, является лучшей для людей сегодня. Мы живем в то время, когда возможна прозрачность, когда возможна психологическая коммуникация и участие. Недавно я слушал людей, которые знают больше, чем я, и они говорили о том, что коллективизированная, локализованная, децентрализованная власть — это путь, по которому мы должны идти. Вы знаете, что мне кажется, что людям с вашей точкой зрения очень сложно представить себе изменения. Когда мы голосуем за партии, которые не представляют нас, как мы можем изменить систему? Участвуйте сами в том, что влияет на вашу жизнь. Действуйте, если вы думаете, что платите слишком много арендной платы. Если считаете, что ваш банкир толкает вас взять ипотечный кредит, объединяйтесь с другими людьми, которые чувствуют то же самое, как люди из восточного Лондона. Они организовались, чтобы выступить против крупной частной фирмы-застройщика Весбук, и они выигрывают, и они выиграют. И это не из-за политического депутата или соответника. Я думаю, они не сделали бы ничего, потому что они все работают на Весбук или компании, подобные ей. Если вы хотите изменений, как сказал старик Ганди, если желаешь, чтобы мир изменился, сам станет им изменением. Это означает участие, потому что это весело. Такое чувство, что одна из вещей, которую мы потеряли в результате этой элитистической, материалистической культуры, это чувство общности и единения. Вы думаете, будет ли видна революция? Посмотрим, невидимо пока, это дело времени. Оно произойдет быстро, элиты знают об этом, и они напуганы. Они напуганы этим. Так что 5 ноября не было началом революции, но история научила нас, что революции происходят за десятилетия, а иногда даже и за несколько лет до того, как произойдут реальные изменения. Но то, чему этот опыт научил меня, это то, что в анонимах есть что-то подлинное. Они не все заговорщики и киберголоворезы. Анонимы представляют то, что, я уверен, большинство из нас чувствует глубоко в себе, что в мире что-то не так. И, возможно, самое главное, что они напоминают нам, что лучший и более справедливый мир возможен. И что, товарищи, это мир, за который стоит бороться. Нам нечего терять, кроме наших оков.